привет народ приехал ко мне в гости доминар с алтая поспелиха это село да это алексей вот он приехал 3000 километров он проехал говорит ну я как говорится встречаюсь с такими мото туристами которые тем более на доминаре приезжают вот он я давайте посмотрим что нам алексей расскажет про этот мотоцикл за 3000 ту сколько у тебя пробега уже в августе его купил это у нас новый доминар 19 модельного а нет это уже это уже новый он у него лук ручку ручки стеклышками новыми до 5 980 ну расскажи нам что произошло с мотоциклом за этот пробег ну пока я в дальняк не поехал было все хорошо а а потом меня навигатор завел в грязь я хорошенько приложился три раза за день оторвал болт этот отломила шпильку у дуги ну там куда другие укрепления дуги да нет ну и сломала вот это вот ферменную это чем пластиковая вида что 9000 если не падать на держит а так как я приложился три раза по она сломалась она у 10 до 10 сломалась и вот здесь лопнула это купи на новосибирской области было там что самое интересное вроде город одна асфальтовая дорога идет на новосибирск трасса остальные все делать пишет что да сами все грунтовка щебенка глина ну и вот там заехал на этого ребята мне достали обломок болта какой-то подобрали здесь раз шпильку оторвало не засверлили нарезали резьбу тоже вкрутили болт по дороге ну тут железочек приложили скотчем обмотали стяжки обычный дорожный ремонт по дороге открутился был дик один потерялся на времени эти болты да они раскручиваются вибрации даже у меня посадил я их на этот фиксатор у меня по-другому как-то сделано у тебя же плуг понимаешь и вот эти ослабли болты этот сильнее этот послабее это вообще мало а похвалиться же я тебе хотел помнишь писал центральную подножку сделал сам молодец это надо быть человеком очень увлеченным чтобы такие вещи делать самому возился в свободное время кроме сварки болгарки ну поставь это вот только кажется что ничего сложного на самом деле это вечный пример это примерки бесконечно возился я две недели сделал два варианта один трубочки тонковатый значит либо передние вмешивается без кофра можно и задние вместе с кофром маленько перевешивать поэтому будет подставлять что в общем сначала сделал из трубок от кровати спинки железной кровати только чуть погромче говорить а потом взял обычную водопроводную трубу пластины пятерка металл потом оказался слабый металл пришлось направлять усиливать сюда арматуру приварил в общем две недели возился но я вот без этой штуковины езжу вожу с собой этот палочку да у меня тоже палочка была но я забыл она нужна даже подставки центральной кофры перевешивать сумки перевешивать заходишь в хозяйственный магазин в любом городе и покупаешь за 50 рублей или за 70 ручку для молотка на рукоятку вообще вот эту штуку взял из-за того что увидел где-то что обламывает ну по идее да по идее упор то должен идти вот сюда как минимум ну да здесь вся сила вот конечно вот здесь обломит на фиг но если возить и в легкий кофр но в легком кофре смысла нет все равно когда-то молодец . ну правильно я его только купил поехал к тёще за 70 километров ну я уже видел что теряют один раз обмотнул и чё ты думаешь язычок отогнулся и он у меня давай теряют не только китайские кофры еще и гиви прекрасно тоже отваливаются я снял пластинку отсюда которая фиксирует язычок на кусочки положил зубимом ребра жесткости пробил все как тебе тормоза задние никакие вообще их можно сказать нет я их прокачал весной так у тебя нету тормоза и они уже все опять они завод за воздушились лапка то проваливается надо прокачивать но если чтобы я сделал то только завтра передних нет она ой за задних задних нет у передней то есть он начал круга лапка сейчас пока на маленьком пробеге то они нормально будет тормозить диск помял не сильно спускаю вот точно есть конечно это его надо греть и на специальном станке но тут есть у нас кое-кто рядышком то могут сделать но не сегодня это точно сильно ты натянул цепь то она что так растянулась сильно ну на родной да ну ничего тебе еще тут хватит в принципе сколько ты кстати чем дальше колесо отодвигаешь тем у тебя длиннее база становится колесная и тем курсовая устойчивость выше будет на трассе лимузин можно сказать вот это доминаровские похоже у меня-то не те приехали передачу а чего у тебя прикрутилась вот здесь через эти отверстия вот эти да я просовывал и прикручивал то есть я сделал как я одну сторону полностью затянул потом выставил так чтобы можно было просунуть вот здесь и затянул вторую сторону все равно надо их снимать и маленечко покрашены и иногда чуть-чуть у меня на баджар боксере такая 1 сюда чего не крепишь ничего заграживает действительно что это не так придем варили придумали крепление куда-нибудь лежа навигатор неудобно смотреть а больше не кредит не так натуре надо было где-то вот тут вот делать надо тогда какую-то проставку на натуре я вот сколько раз уже говорил вот этот вот весь туринг обвес он какой-то странный вообще все странно зачем а вот честно ли сделал но это по богатке вообще элементарно кирки делается давай расскажу до впаиваются два диода прям сюда в кнопку вот пошел проводок заходит в пульт и припаивается на кнопку переключения все аккуратненько по заводскому то есть она соединяется с реле поворотов она соединяется с кнопкой но кнопка то кнопка то идет на реле поворотов то есть от откуда она моргание то берет с реле поворотов естественно а я диоды какую роль играть я просто играют роль чтобы при включении одного поворота у тебя не моргали все сразу чтобы не перетекала с одной стороны на другую диод насколько я понимаю он в одну сторону пропускает только в другую нет и вот они стоят диоды получается что если ты включаешь поворот у тебя один диод запер так и у тебя нужный поворот моргает так если ты нажимаешь кнопку аварийки то у тебя тут же три провода здесь подключено два поворотника в одной на реле поворотов здесь да здесь идет три провода один идет на реле сюда же идет с реле сигнал с реле и сюда же подключается один провод общий с кнопки и два провода идут на правый левый поворот то есть отсюда приходится реле точнее сюда приходится реле отсюда идет уже на поворот ну так да соответственно и кнопка также подключается то еще цепляется на реле то есть у тебя ну ну рассказывай общее подключается на тот провод который идет с реле и два провода которые из диодов идут на контакты поворотов понятно только надо купить кнопочку с тремя проводками да и два диодика на что за диоды скажешь потом копейки стоит я не думаю что они дорого стоят это самое 10 штук 100 рублей что ли понятно понятно вода продуть надо не надо продуть надо ее разобрать и припаять там проводок я подключил ноутбук она нагрелась правда как так если у тебя есть появились завтра завтра я приеду если надо сделаем чуть тебе тут нужно если эта часть работа я уже разобрал посмотрел проводок отпал просто успелиха 0009 далеко на восток у нас сейчас в то время 10 11 12 3 часа разница ян пучков у тебя там кто это такой он не знаю тут и тут залез залез ко мне в телекам что за ян пучков но как целом и тиком доволен сколько у тебя рост кстати метр восемьдесят два у тебя вообще четенько ну в принципе мне нравится единственное самое на это на любом будет копчик отстает а ты же седло хотел посмотреть переделана каждые 100 километров останавливаюсь так ты когда уехать ты хочешь ну до самары я завтра в любом случае поди доеду но во сколько выехать ты хочешь я могу завтра ведь приехать сюда вот ты подъедешь мы с тобой сидушку померяем и чем можно и тормоза прокачать тебе если надо вот и спокойно укатишь что отпускать то просто так тебе ладно погостишь немножко вы жестких ты чё где остановился ну ладно за камерой расскажешь потом а то хейтеры тебя поколотят гостиницы гостиницы дорогой ты у нас недорогую нашел но это дорого ну мотель какой-нибудь можно тысячи за полторы найти а хостел вообще по 500 рублей но это ты еще встретишь встретишь на трассе будешь ехать там всякие хостелы есть у нас просто в ижевске вот я не знаю дешевых мест если честно душ есть туалет есть отдельный номер нет а как у тебя там же идет секция с двух номеров и один из за 2 500 у нас вообще оборзевшие в жесткие что-то барыгия какие-то ну а другое подешевле где-то было что-то все занято понятно это ничего не дает вот этим стеклом так стоит так она низкая очень у тебя тем более здесь вот очень большой просвет тут проходит просто да и все даже если я приближу здесь я приближу здесь расстояние угол этот ни к чему я попытался с центральным не совсем я понимаю как тут крепить стекло вот это 59 сантиметров наверное вот вот этот вот фартук пластиковый снимается он понятно тут фарата доминаровская старая идет а на нее прикручен какой-то пластиковый фартук вот это вот все дело убирается и вот сюда прикручивается стекло фартук наверно для того чтобы подвести вот чтобы вот это стекло прикрутить здесь понятно короче это можно все убрать и прикрутить сюда нормальное стекло высокое 59 сантиметров тебе с твоим ростом 181 будет вообще отлично так что такая история ну чё если что-то хочешь еще сказать говори на сегодняшний день вот так я думаю все мы показали мотоцикл вот так что народ мотоцикл такие продаются люди покупают ездят благополучно тормоза тихонько завоздушиваются но это можно сделать какое масло матьюль матьюль мне залили в нулевое т.о. да еще перелили уровень вкусно пахнет матьюль зато больше я туда не поеду ладно товарищи всем спасибо за внимание у нас воскресенье вечер так что будем пока заканчивать завтра я надеюсь сюда смогу как-то пораньше приехать ну мы решим может какой-то ты очень немножко покажу и хочу поставить сюда седло свое дать алексею попробовать прокатиться вот он тут прокатиться и скажет какой отстой ни за что ставить не буду ладно все пока что конец так товарищи мы просидели проболтали о жизни про мироустройство и все такое прочее алексей поехал в общем отдыхать я тоже поехал отдыхать скоро у нас тут свет выключат мы решили что завтра мы встречаться не будем человек с утра прямо будет пилить куда ему там надо по его пути по его плану вот обслуживание мотоцикла видимо сделает позже да пожелаем алексею всего доброго хорошей дороги вот так вот по-бакерски ладно всем всего доброго до свидания